Братья и сестры, саляму алейкум. Как легко научиться читать Коран. Приветствую вас на втором уроке, на котором мы познакомимся с буквами ВАУ и ФА. Расслабьтесь и улыбнитесь, сделайте глубокий вдох, и готовьтесь к получению знаний. Исключите все, что может вас отвлечь, сверните лишние вкладки, отключите телефоны и сконцентрируйтесь. Мы продолжаем изучать губные буквы. Их в арабском алфавите 4. Есть стихотворение о буквах, которые мы выучим по ходу уроков. Произносим на губах. Давайте еще раз. Произносим на губах. Мы продолжим учить стихотворение на последующих уроках. Мы уже выучили букву МИМ, которая по форме похожа на микрофон. МИМ – большая круглая голова и длинный закрученный хвост. Также мы изучили букву БА, которая напоминает биту, а под ней мяч, или поднос, а под ним мяч. В этом уроке мы выучим буквы ВАУ и ФА, которые в Коране встречаются почти 24 тысячи раз. 24 тысячи раз. Давайте начнем с буквы ВАУ. Вы готовы изучать букву ВАУ? Как вы произносите ВАУ? Вы произносите ее, округлив губы. И вот как буква ВАУ выглядит. Круг, который получается при округлении губ, с закруглением на своей вершине и большим длинным хвостом. Утолщенный хвост. Убедитесь в том, что ваши губы округленны. ВАУ. Итак, у нее закругление на вершине и длинный толстый хвост. Итак, сначала губами сформируйте круг вот так. А затем разделите их для получения звука. Губами сформируйте круг вот так. ВАУ. А затем разделите их для получения звука. ВАУ. 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 Окей? Не путайте с буквой ВИ. Не говорите БАУ. ВАУ. Сначала округлите губы, а затем разделите их. ВАУ. Как с буквой ВАУ в слове ВОТЕ. А теперь напишем букву ВАУ. Как написать ВАУ? Просто сначала сделайте круг, а затем нарисуйте хвост. Вот и все. Круг и длинный хвост. Так пишется буква ВАУ. ВАУ. По сравнению с буквами МИМ или БА, буква ВАУ слишком тонкая и маленькая. Поэтому у буквы ВАУ нет сокращенной формы. Она и так уже маленькая. Если взять только ее вершину, то это будет похоже на букву МИМ, а мы не хотим путать эти буквы. И поэтому у нее нет сокращенной формы. Ее полные сокращенные формы совпадают. В чем же прежде всего выражается отсутствие сокращенной формы? Это значит, что буква пишется в полной форме, и она не соединяется с другими буквами после себя. Однако перед собой она позволяет наличие соединителя. То есть от букв перед ней. У буквы ВАУ будут соединители. И здесь мы видим полную и сокращенную форму. А внизу соединители от предшествующих букв. Почти у всех букв имеются соединители от предшествующих букв. Они имеют соединители от предшествующих букв, но те буквы, у которых нет сокращенных форм, не присоединяются к другим буквам. И вот у нас здесь пример этому. В разных словах вы видите букву ВАУ в полной и сокращенной формах, но в верхних словах, вне зависимости, будь то в начале или в конце, у буквы ВАУ нет соединителя, однако в примерах у нижних слов, у буквы ВАУ появляются соединители с предыдущими буквами, в обоих примерах внизу. Но он не соединяет остальные буквы, нет сокращенных форм, значит нет соединителей с другими буквами. То есть она принимает другие буквы, но не соединяет их. Давайте попрактикуем букву ВАУ со знаком ФАТХА. Это очень просто. Давайте перейдем к букве ФА. Буква ФА, очень интересная буква. Что вы видите здесь? Телефонную трубку. Это телефонная трубка. ФА. А что выходит из этой трубки? Какие смешные звуки. ФА, 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 ФА. Это и есть буква ФА. Ее форма напоминает телефонную трубку. ФА. Так же ее форма напоминает согнутый указательный палец с цветком на вершине. Согнутый указательный палец с цветком на вершине. ФА, ФА. Как произнести букву ФА? Дотроньтесь верхними зубами до края нижней губы. ФА, ФА, ФА. Итак, форма буквы похожа на телефонную трубку со звуками ФА, исходящими из нее. Давайте напишем букву ФА. При написании этой буквы сначала сделайте круг, затем нарисуйте хвост наподобие у буквы БА с округлой вершиной. Аккуратно завершите написание буквы и поставьте точку над вершиной. Так пишется буква ФА. А как же написать букву ФА в сокращенной форме? Подобным образом, как мы делали в случае с буквой БА. Для написания ФА в сокращенной форме сначала определите лицо, а потом поставьте соединитель после нее. К примеру, вот лицо, а затем ставим соединитель, и получается буква ФА. Как видите, все очень просто. Сокращенная форма. Итак, у нас есть полная форма буквы ФА, а также есть сокращенная. Полные и сокращенные формы. А здесь представлены примеры, в которых имеются соединители с предшествующими буквами. В этих примерах в разных словах буква ФА представлена как в полной, так и в сокращенной форме. А в нижних примерах соединителями. Предлагаю вам очень интересную и важную подсказку для обучения. Дело в том, что в арабском языке и в особенности в Коране приводится количество букв, которое встречается в разных словах. В Коране есть три слова, в составе которых лишь одна буква. Есть двенадцать тысяч слов, состоящих из двух букв, шестнадцать тысяч слов, состоящих из трех букв, и так далее. В большинстве случаев встречаются слова, состоящие из четырех или пяти букв. Что это означает? Просто это означает, что типичное слово Корана состоит из трех букв. Вот почему последняя буква слова будет в полной форме, но большинство букв внутри слова будут в сокращенной форме. Сокращенные формы встречаются почти в три раза чаще, чем полные формы. Говоря коротко, какой можно сделать вывод? Сокращенные формы букв намного важнее встречаются по меньшей мере в три раза чаще, чем полные формы. Советую вам сконцентрироваться тщательно, с полным пониманием, изучить именно сокращенные формы букв. Сокращенные формы, с наличием соединителя или без него. Конечно, при этом вы будете знать и полную форму буквы. Давайте попрактикуем букву Фа со знаком Фатха. Итак, у нас есть Са-Са-Са-Са. Давайте еще раз. Фа-Фа-Фа-Фа. Вы можете сказать, что есть и другие варианты, Фи, Фу и так далее, но мы изучим их на будущих уроках. Вот еще один очень интересный и важный момент. Тысячи слов Корана начинаются с Уа и Фа. Уа означает И, Фа означает И так. Уа означает И, Фа означает И так. Интересно, что в арабском языке при написании очень экономится место. Все буквы пишутся компактно. К примеру, как мы выучили на прошлом уроке, Уа означает Он. И Уа-Уа означает И Он. То есть между Уа и Уа нет пространства. Буквы пишутся слитно. И если слово начинается с Уа, это означает И. Вот почему буквы Уа и Фа очень важны, поскольку сами по себе они имеют значения. У сочетания Уа есть смысл, так же как и у Фа. Не всегда, но очень часто, если при этом они стоят в начале других слов. Давайте попрактикуем чтение новых букв, которые мы выучили сегодня. Можете их прочесть? Постарайтесь читать вместе со мной. Давайте повторим то, что мы изучили на предыдущем уроке. То, что изучили в прошлый раз. Ба. 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 А теперь давайте поиграем в игру. Я покажу вам разные слова, вы будете находить необходимые буквы. Хорошо? Я покажу вам разные слова, вы будете находить необходимые буквы. Где буква Уа в этом слове? В этом случае это вторая буква. У нее имеется соединитель с предшествующей буквой. Где буква Уа в этом слове? Это вторая буква. Надеюсь, вам было просто. Иншаллах вы сможете находить их. Где буква Уа в этом слове? Это первая буква. Где буква Фа в этом слове? Это третья буква. Машаллах. Где буква Фа в этом слове? Это первая буква. Она никак не может быть последней, потому что над последней буквой две точки. А у буквы Фа только одна точка. Одна точка, буква Фа. Где буква Фа в этом слове? Это третья буква с одной точкой. Она круглая, с точкой наверху. Это и есть буква Фа. Мы уже выучили четыре буквы, и первая строчка стихотворения готовы. Произносим на губах. Эти буквы мы схематично расположили на кончиках пальцев, и постепенно мы изучим и заполним буквы на других пальцах тоже. Итак, а теперь давайте, прежде чем рассмотрим примеры из разговорного арабского, напомним слова прошлого урока. Уа означает он. Ум означает они. Сегодня мы выучим слова анта и антум. Анта означает ты. Антум означает вы. Повторите, пожалуйста, за мной. Уа он. Ум они. Анта ты. Антум вы. Хуа хум. Хуа хум. С действиями, пожалуйста. Анта антум. Анта антум. Хуа хум. Хуа хум. Анта антум. Вместе со мной. Хуа хум. Анта антум. Хуа хум. Анта антум. Хуа хум. Антум. Хуа хум. Антум. Это напоминает то, как вы учились слова папа, мама. Не пугайтесь. Постепенно, шаг за шагом, вы изучите все буквы, иншаллах. На сегодня это все. Не забывайте обращаться с молитвами ко Всевышнему за просьбой даровать полезные знания. О мой Господь, увеличь мои знания. Увидимся на следующем уроке. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум у рахматуллахи ва баракату. Хотите получать вознаграждения, равные нескольким месяцам непрерывного дауата, а то и больше? Делитесь нашими роликами с родными и близкими в ваших социальных сетях. И помните хадис посланника Аллаха алейхи саляту ассалям. Указавшему на благое, полагается такая же награда, как и совершившему его.